Как прошло лето, и наступила осень, здесь появились новые ямы. Вот. Для красноярки Анастасии дорога на работу и домой стала настоящим испытанием ее нервов и новые машины Opel Astra с низкой подвеской. Ежедневную проверку на прочность заставляет пройти улица Башиловская, на которой появилось несколько участков с многочисленными ямами. Девушка рассказывает, каждый день на протяжении двух лет она ездит по одной и той же дороге. Машины, подъезжая к Башиловской, снижают скорость, чтобы аккуратно и медленно проехать часть пути, создавая километровую пробку в час пик. Однако заторы – не единственная проблема улицы. Когда проходит дождь, ямы превращаются в глубокие лужи, которые преодолеть безболезненно для машины становится еще труднее. По дороге могу сказать, что это невозможно, потому что постоянный газ-тормоз, газ-тормоз, постоянные пробки из-за того, что все мы тормозим и проехать, в принципе, здесь невозможно без слез. Каждое утро, когда мы едем на работу, мне кажется, когда темно, особенно сумерки, и проходит дождь, вроде как бы уже мы знаем, где какие ямы, но мне кажется, они образовываются каждый день новые. Глубина лужи достигает 20-30 сантиметров. По всей улице Башиловской их десятки, а может быть даже и сотни. Улица идет с пограничника в сторону Солнечного и по этой дороге ежедневно проезжает более тысячи машин. Красноярцы делятся, зимой ямы засыпают снегом и трассы становятся более ровные, однако после весенних плюсовых температур вместе с сугробами тает и асфальт. Весну и осень жители боятся больше всего, поскольку в таких глубоких лужах можно потерять не только свое терпение, но и несколько запчастей автомобиля. Я работаю здесь уже 4 года и все 4 года я езжу по такой дороге, то есть она не меняется от слова совсем. Ее как бы подсыпают иногда, но дождь это все размывает и получается, что то же самое и было в общем. И самые ужасные наши времена года это осень-весна, когда льет как из ведра, то есть лужи, не видно вообще ям. То есть ты ездишь, едешь и играешь в русскую рулетку, попадешь ты сегодня в яму или не попадешь. Оставишь ты подвеску свою на этой дороге или не оставишь. Башиловская – единственный путь к заводам и другим производственным объектам, на которых работают тысячи красноярцев. За последние 4 года ремонта дороги не было и образовавшиеся ямы местные жители научились объезжать по обочине или на самой низкой скорости. В управлении дорог и благоустройства рассказывают, участок взяли на контроль и уже на следующей неделе специалисты устранят часть дорожных недостатков. По улице Башиловская на следующей неделе у нас запланированы работы по подсыпке участка, на который пожаловались жители, для того, чтобы снять аварийность на этом объекте. Стоит отметить, что в рамках содержания там уже на самом деле мало что можно изменить, потому что дорожное покрытие очень сильно изношено, его нужно полностью снимать и укладывать новое. Улица нуждается в комплексном ремонте, поэтому наши специалисты уже запросили выделение финансирования на эти нужды и как только нам доведут финансирование, мы ее включим в планы ремонта. Поможет ли подсыпка дороги и надолго ли хватит частичного ремонта под весом большегрузов и трафиком легковых машин – вопрос риторический. Красноярцам остается только ждать утверждения бюджета для комплексного ремонта участка дороги в Советском районе. Александра Козлова, Владимир Антонов. Новости ТВК.